Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. С печкой посмотри, и потом пересядешь. Это помогать мне надо будет считать. Номер 463. События дня. Эпиграф. Иеремия 32-35. Мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех. За 19 марта 2017 года. И все время объявления маленькие стоят, что по скайпу на меня могут выходить с 4.00 Москвы до 16. Утром стою, но столько человек заходят и многократно звонят, а тут все выключено. А видят, что я здесь нахожусь в сети. Это время у меня закачка идет. Аппаратура-то работает, а меня-то здесь нету. Да и в это время люди спят. Как я бы разговаривал-то? Ну, прям маленько как-то приглядываетесь. Вы же не идете где-то на встречу с кем-то ночью, когда знаете, что предприятие закрыто, администрации нету. Ну, хотя бы до уровня сельской администрации нас. Так, запишите себе. Кто ждет разговора по скайпу, он должен сначала написать тут же в скайпе снизу, спросить, когда я буду свободен. Нет названий все время. Я посчитал, один звонил, уже около 40 раз звонит, когда меня нету. А другой начинает ахальничать или, когда говорим, у нас все выставляется в интернет-запись. Согласен, да я не хочу, все, я выключаю, больше ко мне никогда не приходи. Зачем я с тобой буду возиться? Зачем это нужно? Что-то имеет там, скрывается под разными именами. Мне не подходит. Сегодня в дружбу просится, а сам где-то в горах, в темных очках. Я первым делом пишу, сними очки черные, сделай крупным портретом, напиши анкету, с кем дружить-то, что попало, пишут. Придумали ники, аватары, а все это одним словом называется ложь. Вот когда говорят ник, аватар, вы знаете, ложь. Там написано слово ложь, сатана прикрыл. Или говорят конфессии, динаминации. Нет этих слов в Библии. Это прикрыли слово ересь, еретик. Ну и дальше какое время? Дальше поясняю, что в скайпе, на моей страничке, на других ресурсах, одному и тому же человеку разрешается сделать сообщение не более чем одно за неделю. И прошу не нарушать себе регламент. То есть речь идет не просто о комментариях, а непрерывно оно. Оно дает сигнал здесь. Я занимаюсь другим делом, подхожу, думаю, что-то срочно, ничего нет, он один. Притом где-то там копирует, дает мне, чтобы я посмотрел. Ну все одно, если из Греции, то обязательно что-то, обязательно о храмах, чтобы завоевали там, этот, Стамбул, отдали им. Ну, меня это не касается. Я не воюю и не завоевываю. Ну и дальше остается в силе, чтобы посмотреть, может, было фильм, и сделать выводы во свете Библии. По-русски зарядите его. Иннокентий Сибиряков. Вот запишите. И дальше, это так название этого ролика. И дальше название ролика. Помогите мне, страшно богат. Когда посмотрите, тогда можете на меня скинуть свое мнение. Ему я уже оповещал кое-что. Вот. Есть у меня в друзьях Владислав Марущак. 40 лет ему. И он много где-то находит и ставит. И вот сегодня два материала больших, или три даже он поставил. Я решил их озвучить. Называется «Не молчите! Не бойтесь говорить правду!» Преподобный Паисий Святогорец. Считаю слух четко, без толчков. Кавычки открыты. Мы должны с дерзновением исповедовать нашу веру. Потому что если мы промолчим, то понесем ответственность. В эти трудные годы каждый из нас должен делать то, что возможно. А что невозможно, оставлять на волю Божию. Кавычки закрыты. Сегодня стараются разрушить веру. И для того, чтобы здание веры рухнуло, потихоньку вынимают по камешку. Однако ответственны за это разрушение все. Не только те, кто разрушает. Но и мы, видящие, как разрушается вера и неприлагающие усилия к тому, чтобы ее укрепить. Впоследствии эти разратители умышленно создадут нам еще большие трудности, озлобятся на церковь и монашество. Давай. А, вот. Где? Ну вот оно где. Нынешняя ситуация. В нынешней ситуации можно противостоять только духовно, а не по-мирски. Шторм усилится еще немного. Выбросить на берег. Весь мусор, все ненужное. А затем положенное проснится. Положение. Считать правильно нужно. Смотри. Вот я как раз говорю, что на меня нападают. А что вы говорите, кого-то там обличаете. Если я вижу бедственное положение в церкви-то. И вот Святогорец как раз об этом говорит. Тебе придется отвечать за то, что ты промолчал. Об этом говорится в Иезекииле 3 глава 18 стих. Я с него, Господь говорит, спрашиваю. А ты видел и не обречил. Его кровь на тебя ложится. Я обязан говорить? Поэтому у меня в разборе. Я разбираю вопросы патриарха, других. У них 6% только правильно отвечает. В среднем. И одни получают чистую мзду. А другие платят долги. Сейчас много таких, кто стремится разложить все. Семью, молодежь, церковь. В наши дни родить за народ. Это исповедание. Ибо государство воюет против божественного закона. Понятно. И вот я когда говорю где-то там про государство. Где какие ролики выставляют. Нападают. У них больше ничего. Там Свет Христов или Обличитель. Придумывают разные названия. То есть порощат. А мне-то какой вред от этого? Я делаю то, что должно делать. Моя совесть меня побуждает об этом говорить. Ревновать. Законы, которые оно принимает, направлены против закона Божия. Но мы ответственны за то, чтобы не дать врагам церкви все расставить. Разложить. Хотя мне приходилось слышать даже священников говорящих. Вы этим не занимайтесь. Не ваше дело. Это именно так и есть. Ой, как они не любят. И когда священники говорят, никого не судите. Это переводится по-русски так. Не трожьте меня. Он только о себе заботится. Все разложились. Придумали. Страшное слово экономия. Экономия это означает. Не вижу греха. Всех люблю. Никого не обличаю. Меня это не касается. Вот это и экономия. Слово экономия это страшная разложившаяся блудница старуха. Раскрашенная стоит. Никаких эпитемий не накладывает. Такой человек разбойник в рясе. Говорит Иоанн Блатоуст. Если без эпитемии допускает священник до причастия. Вот сатана бьется. Это сатана. Что чаще причащается. Чаще причащается. Совсем без исповеди. Общая исповедь. Это губители. Гибнет и тот кто причащает. И того кого причащают. Если бы они молитвы доходили до такого состояния. Что ни к чему не прилагали бы попечения. То я им ноги целовал бы. Но нет. Они безразличны. Потому что. Хотят быть для всех хорошими. И жить припевающе. Вот оно в чем дело-то. И все в головку целуют. И там только любовь, 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 любовь. Что это? А чтобы жить припевающе. Славу друг от друга ищут. А нет единого Бога. Горе, когда все вас будут говорить хорошо. Горе вам. Говорит Спаситель. Безразличие непозволительно даже мирским. А уж тем более духовенству. Человек честный, духовный. Не должен ничего делать с безразличием. Проклят, творяй, творяй дело Господне с небрежением. Проклят, то дело Господне делает с небрежением. Говорит пророк Иеремия 48.10. Сейчас война. Духовная война. Я должен быть на передовой. Столько марксистов, столько масонов, столько сатанистов и всяких других. Сколько бесноватых, анархистов, прельщенных. Я вижу, что нас ожидают. И поэтому мне больно. Это мои слова. Прямо от меня и сердца у меня исходят. Во рту моем горечь от людской боли. Я только недавно сказал. Говорю, вот она болеет, а у меня ком здесь стоит. Настолько мне жалко. И чтоб душа к Богу пришла. Во время болезни думать, за что меня постигло. Какой орган болит. Почему именно болит? Вот нога там. А танцевала, я спрашиваю. Да, танцевала. Ну еще теперь спрашиваешь. Благодаря Бога. Другой еще чем-то все время объедался, объедался. А теперь у него разные болезни какие-то. Именно все касается желудка, кишечника. Ну теперь приглядись маленько. Курил, курил. Ну теперь исчахнешь. Что спрашивают-то? Рак гортани. Дух теплохладности господствует. Мужества нет совсем. А мужества нет совсем. Какой он молодец, в эти слова. Мы в конец испортились. Как нас Бог еще терпит? Вот Иоанн Златоус говорит так, что если бы кто-то пришел, не знакомый ни с чем, посмотрел бы на нашу жизнь, посмотрел бы потом в Евангелие, то нашел ли более сильных врагов, чем мы? Как будто бы мы всю жизнь полагаем на то, что бороться со Христом, с Евангелем. Ян Златоус. Сегодняшнее поколение. Это поколение равнодушия. Слава Богу. Не воины. Нам Бог дает это понять. Большинство только для парада и годится. Безбожникам, хулителям дают выступать по телевизору. И церковь молчит и не отлучает этих богохульников. А надо было бы отлучать таких. Отлучение, что ли, жалко? Отлучение, что ли, жалко? Отлучение жалко вам? Почему? Ну, написано, аборт сделала правила Васильевика II. На 10 лет. Даже на 10 дней не отлучают. И на букву, если эти женщины стоят-то, которые-то. Без мужей нажили детей и прочее. Давайте не будем ждать, когда кто-то другой вытащит змею из дыры, чтобы мы оставались в покое. Молчат от безразличия. Вот почему попы молчат. Такие хорошие, никого не осудят. И голос такой отрихтовали себе. Плохо то, что даже люди, что-то имевшие внутри себя, стали охладевать и говорить. Разве я смогу изменить ситуацию? Мы должны с дерзновением исповедовать нашу веру. Потому что если мы промолчим, то понесем ответственность. Да. В эти трудные годы каждый из нас должен делать то, что возможно. А что невозможно, оставлять на волю Божию. Так наша совесть будет спокойна. Если же мы не противостанем, то поднимутся из могил наши предки. Они столько выстрадали за отечество. А что делаем для него мы? Если христиане не станут исповедниками, не противостанут злу, то разорители обнаглеют еще больше. Но теперешние христиане не бойцы. Если церковь молчит, чтобы не вступать в конфликт за государством, если митрополиты молчат, если молчат монахи, то кто же будет говорить? Да. Нерадивое духовенство усыпляет народ. Оставляет его как есть, чтобы он не волновался. Смотри, говорят, ни в коем случае не скажи, что будет война. Они как бы смотри, говорят, ни в коем случае не скажи, что будет война или второе пришествие. И потому надо готовиться к смерти, чтобы люди ни в коем случае не разволновались. Это любвицы называют, это самое опасное. А другие от ложной понимаемой доброты говорят, не обличайте ретиков, что они в прелести, чтобы показать нашу любовь к ним. Сегодня народ замешан на воде, закваска не та. Если я избегаю волнения ради того, чтобы не нарушить свое плотского покоя, то я равнодушен к святыне. Вот и все. Духовная кротость это одно, а мягкость от равнодушия совсем другое. Некоторые говорят, я христианин и поэтому должен быть радостным и спокойным. Спокойным. Но это не христиане. Это равнодушие, это радость мирская. Тот, в ком присутствуют эти мирские начала, не духовный человек. Духовный человек весь сплошная боль. То есть ему больно за то, что происходит. Ему больно за людей. Именно за эту боль ему воздается божественным утешением. Вот я когда читаю, это как будто бы я сказал вот это. У меня жизнь прошла вот в этом накале. И кто на меня нападает? Со всех сторон толпами. Священники, дархиереи, кривляются передо мной, язык показывают. Что попало делает? И вот интересно, дальше мне это же на рычаг выставил материал, посмотрел я. Ну, видно, что это католический или все православные. И вот пишут. Сегодня Франциск выступает как могильщик паства и церкви. Каково и настоящий смысл паства, его безошибности и примата. Уже с первых веков Папа был защитой скалой церкви, которую врата ада не одолеют. Матфея 16-18. Сущность церкви – сохранение спасительных истин веры, которая основана на личном отношении ко Христу. На Первом Ватиканском соборе 1871 года был сформулирован догмат о безошибочной Папе. Безошибность касается... Безошибочность... Все, трудное слово, что ли? Безошибно... Безошибочность... Безошибно... Ну, что-то вот не могу... Ты хочешь у него слово выговорить? Ну-ка, снова начинай. Безошибочность... Безошибодность... И что делает сатана? Касается области веры и морали. Однако в истории церкви были и Папы, которые упали в ересь, либо ее одобрили, или же своей жизнью доказывали, что они, отступники, потеряли веру во Христа. После провозглашения догмата о безошибности Папы, враги церкви, масоны, начали конструировать план, как наиболее эффективно с помощью должности наместника апостола Петра уничтожить церковь и веру в Христа. Сначала слово «наместник» уберите. Кто его намощал там? В документе масона Парта Вен-Лита сказано, они будут думать, что идут под флагом ключей Петра, но уже давно пойдут под нашим флагом. Католики и простые люди, но и священники, и епископы убеждены, что Бог не может допустить избрания Папы-Еретика. Они совсем не допускают возможности, что Папа может упасть в ересь или же отпасть от веры. Но это трагическая ошибка. Это такое же примитивное мышление, как когда-то евреи считали, что Бог не может допустить разрушения храма. Бог может это допустить, когда люди и иерархии отпадут от Бога. Католическая теология не учит, что Папа не может согрешить, но только учит, что Папа является безошибочным в вопросах веры и морали, как говорит экс-катедра. Православный делает вывод, что католики понимают понятие примата так, что Папа не может согрешить. Тогда на конкретных случаях грехов Пап в истории доказывают, что это ложь. Ватикан и церковная иерархия, хотя официально не учат так, как говорят православные, но заставляют людей так думать. Католикам было навязано добродетельное мышление, что Бог не может допустить, чтобы на сан епископа, кардинала или даже на место самого Папы мог попасть человек, который является иертиком, или тот, кто сознательно выступает против Христа и Церкви и имеет план поколебать веру и нравственные принципы, исповедуемые Евангелем. Но это все же произошло, и сегодня уже видны реальные факты и доказательства предательства внутри Церкви, главным образом с начала XX века и до сего дня. Из исторических фактов, свидетельствующих о ересях и преступлениях, совершаемых Папами. Совершенных. Совершенных. Ясно следует, что если хотим защищать безошибочность и примат Папы, то необходимо четко сформулировать, при каких условиях действует харизма и безошибочность. Простое правило дал Папа Павел IV. Он сказал так. Если епископ или Папа до избрания, или же после избрания стал ертиком, то занимает свой сан незаконно. Все, что делать, является недействительным. Вот видите, как нашли, кто такой, был все-таки. Смотри, какая булла, и называет, как она называется, церковь четко. Церковь четко сформулировала общие обязательные истины веры, которые существуют уже 2000 лет. Это прежде всего то, что спасение есть только в Иисусе Христе, и что Священное Писание, богодухновенно, содержит факты, а не мифы. Божьему народу было дано 10 Божьих заповедей, были установлены таинства. Христиане знают из Священного Писания, что язычники поклоняются демонам, а исламский Аллах не имеет ничего общего с истинным, триединым Богом. Запомнить это надо. А то, говорит, все это одно и то же. Нет, Аллах это не наш Бог, там совершенно другие качества. Если какой-то Папа нарушает эти истины веры, каждый истинный христианин может это ясно распознать и легко рассудить, что то, что проповедует Папа, не согласуется с учением Церкви и Священного Писания, но и противоречит Ему. Папа безошибочный в вопросах веры и морали, пока находится в Церкви, то есть имеем единство с Христом и его учением. Так же и святые таинства действуют. Даша Песта говорит, при каком условии это? Экс опера операто. При условии. что конкретный священник или епископ находится в единстве с Христом и с правоверным учением Церкви. Если он отпал, стал отступником, экс опера операто, уже не действует. По такому принципу действует и безошибочность Папы. Короче говоря, еретик не является Папой и никогда им не был. Сегодня Франциск целует ноги транссексуалам, а этим освещает это извращение. Он призывает к кислоанимизации каждого прихода и монастыря. Он издал иеретическое увещание. Несмотря на это, католики не смеют даже усомниться в любых иеретических словах и жестах Папы, а тем более правдивых оценить. Этим психологическим элементом в католической Церкви сознательно злоупотребили еретики и масоны с целью манипулировать католиками, изменить истины веры, а тем самым уничтожить спасительную веру. Но католики при этом должны думать, что являются католиками, хотя под руководством отступников уже стали отступниками. Они должны думать, что являются христианами и верят в Христа, хотя из-за подчинения отступникам потеряли Духа Христова и приняли Дух Антихриста. Вот как? Какой выход? Во второй части под название «Модернизм и церковная эвтаназия» подробно рассмотрим этот вопрос. Подписался Илья, патриарх Византийского Вселенского Патриархата. Мефодий, перечисляется здесь, смотрите, епископ и секретари, «Безошибочность Папы и реальность ереси». Это первая часть, там еще будет. И вот о молитве сегодня я говорил, всем раз в день молиться. Вот такую интересную статью поставили, ознакомиться. Оказывается, есть люди, которые тоже это имеют. 118-й Псалом. Да. А по-католически 119-й. Ну, мы по-своему поставим. У них на Псалом идет больше, а потом сравнивается. Дальше. Семь молитвенных остановок в течение дня. Божье слово говорит, «Семикратно в день прославляю тебя за суды и правды твои». Старозаветная и новозаветная церковная традиция подает ежедневный молитвенный ритм. Этот ритм соблюдал святой Павел и апостолы. Святой Василий Великий также акцентировал христианам на необходимость молитвенных остановок в течение дня. К сожалению... Молитвенная остановка. Вот как хорошо сказано. Вот я уже беру теперь за основу. Молитвенная остановка называется. Да. Вот. К сожалению, в нынешнее времени христианин не соблюдает дневной ритм контакта с Богом. После многих молитв и поисков как именно актуализировать... Как именно актуализировать? Как? Вопрос на как ударение делается? Церковную традицию к современности предлагаем этот уже испытанный способ молитвы. То есть они молятся, как нам интересно ознакомиться. У нас как? Мы вот за один раз это просчитать три святого и сто поклонов. У них по-другому. Ее молимся, когда просыпаемся. Потом в 9 на 0, в 12 на 0, в 15 на 0. В 15 на 0 не надо. В 15, в 18, в 21 и вечером перед сном и так 7 раз. Что должны молиться и почему? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И Фата. Откройся. Я своевольник. Я гадонист. Я прорицатель. Ну то есть какой свой грех знаешь, ты должен исповедовать, говорить перед Богом. Ну хоть что, не кается, кается каждый день и не исправляется. Не согласен я уже с этим. Мараната. Приди Господь. Приди Господь. Иисус и Иисус. Помилуй меня грешного. Три раза Иисус и Иисус. Нигде в Писании этого нету. Чтобы даже два раза даже нету. Иисус, Иисус, Иисус. Зачего это? Тоже нету. Господи Иисус и Христе Сыне Божий помилуй меня греша. Нам уже это не подходит. Это не согласуется с Писанием. Дальше. Слушай. Своё имя нужно вставить. Люби Бога. То есть сам к себе должен обращаться. Владимир, люби Бога. Иисус, Боже мой, люблю тебя всем сердцем, всей душой и всеми силами. Теперь теряю мою душу ради тебя и Евангелия. Я тоже не могу сказать. Это призыв к этому и сказать, что я люблю всем умом, всем сердцем. Нет. Я всё время только молюсь об этом. Видите? Совершенно не по Писанию. У них правило это. Я заранее себе уже показал, что он всё всем сердцем любит. Тут легко со стороны видно, что не всё. Слово жизни, цитата из Святого Писания, меняется каждые 14 дней. Цитату повторяем трижды. Отныне всё делаю во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я всё делаю во имя Отца Никак. Это чисто сектантский подход. Я спасён, 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 я не грешу. Так. И дальше. Почему? Число 7 символическое, но хорошо бы использовать его и практически. Божье Слово говорит, что справедливый семь раз на не согрешит. Прежде всего речь идёт о своей воле, то есть когда человек не останавливается и не пребывает в присутствии Бога. Почему местописание не показывает нигде ни одного? Но руководится только своими чувствами и своим разумом, который не всегда находится в согласии с Божьей волей. Грех у каждого человека проявляется в своей воле. Также проявляется и в форме гедонизма, то есть в верности и в поисках удовольствия, в несдержанности в еде, питье и отдыхе. Придумали слово гедонизм, везде его толкают. Зачем оно нужно? Не евангельское слово. Его просто перепрыгивать, уходить. В зависимости от алкоголя, наркотиков и нечистоты. Следующая форма автоматическое критикование и осуждение людей и Бога. Каждый человек в своей испорченной природе является своевольником, гедонистом, критиком. Да не так. Конечно нет. Является по своей природе испорченным своевольником, гедонистом. Отчет, откуда ты взял критиком? Да он забился, монах вообще никого не видит. Признать и осознать в себе эту реальность для человека является болезненным, особенно в конкретных случаях. Да это молитва Ефрема Сирина есть. Главное отношение к Богу построено на покаянии. Это означает признать свою вину перед Богом, просить и принять от Него прощение. Аминь. Все это выражено в краткой молитве, которая начинается так. перекреститься, а тогда сказать слово ФФА откройся и признать я своевольник, я гедонист, я критик. А потом обратиться к своему спасительным словами Маранута, приди Господи в 1 Коринфян 16.22 и призывать святое имя Иисус, в котором наше спасение. Глава стиха отделяется всегда только двоеточием, они даже этого не знают. Хорошо было бы стать перед крестом Иисуса, осознать себе его пять ран, с которых текла кровь на очищение моих грехов. Когда трижды повторяем имя Иисус, то эта просьба стает более интенсивной. Интенсивной. Откуда взяли? Нигде это не в Писании, нигде нету. В этой краткой молитве, молитве совершенного сокрушения, наиболее человек будет нуждаться в последние минуты жизни. По сути, здесь речь идет только об акцентировании на имя Иисус, направив при этом духовный взгляд на его пять ран. Всякий, кто призывает имя Господне, спасется. Денинг 2.38 Это имя Иисус, а по-раймейски Егушуа. То есть Егова, они перекручивают его всяко. Ешуа. Эта краткая часть является первым шагом, которым исповедую, что Иисус является моим спасителем. Второй шаг. Исповедую, что Иисус это мой Господь. Израильтяне несколько раз в день, смотри в 2 законе 6.4 и далее. Припоминали себе первую и главную заповедь, которая начинается призывом. Шема, слушай, Израиль, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми силами твоими. В этом помогала им надпись над дверьми дома, повязка на руке и над глазами. Если человек молится сам, то вместо слова Израиль произнесет свое имя. Если молятся совместно, то остается обращение. Шема, Израиль, то есть слушай, Израиль. Это означает слушай Божий воин. В чем заключается истинная суть любви к Богу? Иисус это уточняет. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия Марка 8.35 и Луки 14.33 Практически это означает, что человек по вере остановится перед Богом, даст ему все свои заботы и страхи и полностью положится на Божье всемогущество и Божию любовь. Это является практической подготовкой к счастливому моменту смерти, выраженной словами Иисуса. Отче, в руки твои придаю дух мой. Луки 23.46 Счастливый момент счастливый День твой день горе и мрака может быть счастливый момент смерти когда его счастливым кто называл Иоанн Затауз говорит так душа крепко всажена в тело чтобы не просто так на себя руки наложил это горе сны Пафнути Боровской говорит ни с кем даже разговаривать не хотел князя не принял страшный день наступил я ухожу а там все может быть по другому чем мы думали в этой молитве речь идет о радикальности о абсолютном отдании себя Богу если наибольшей заповедью является любить Бога то нужно чтобы христианин знал что это означает чтобы имел в этой конкретный опыт и пытался реализировать не только совершенное сокрушение реализировать на что ты взял реализовать реализовать слава Иисусу Христу но и совершенную любовь хотя бы семикратно в день да выше там не видно третий шаг повторяю одну цитату из Святого Писания эту цитату христианин повторяет 21 раз в день и это практикую на протяжении двух недель в Библии седьмой день является святым в христианстве воскресенье связано с воскресеньем Христа и со шествием Святого Духа в Святом Писании имеется ритм семи лет который оканчивается субботним годом этот ритм семи лет используется при повторении Божьего Слова за этот период верующие изучают и воплощают 182 цитаты через семь лет они вновь вернутся к первым цитатам и так продолжается далее как сложность какой установили да бери где откроется там и считай этот ритм подобен тому который есть в литургических чтениях с тем отличием что здесь Божье Слово не повторяется каждый год а каждые семь лет эту цитату можно сперва разобрать в общине верующих правдиво выяснить и показать ее истинную суть и как она действует и воплощается в моей жизни нужно чтобы в церкви был пророческий центр раб верный который дает всем пищу вовремя сравнивайте Матфея 24 2045 такой центр правдивых свидетелей Христа готовил бы брошюрки в которых подавал бы конкретное слово жизни и толкование к нему однако здесь ни в коем случае речь не идет о каком-то так называемом научном толковании в духе атеистической критической теологии ИКТ здесь речь идет о практическом применении в жизнь которое должно ввести к личному опыту каждого верующего через две недели каждый верующий должен бы в малой группе поделиться тем как именно Святой Дух к нему говорил и объяснял это слово эти самые главные цитаты из Святого Писания ведут душу к покаянию прежде всего к очищению и освобождению с рабства самообмана лжи и разных зависимостей по сути речь идет о воплощении Божьего Слова в жизнь через послушание веры в чем наибольшим примером после Иисуса есть его Святая Матерь в ней слово стало плотью через послушание веры Луки 1.45 Итоговое предложение всей молитвы отныне все делаю является постановлением что на протяжении следующих трех часов дня буду все делать в имя Триединого Бога видимо во имя считается ну вот так это такое вот у них правило ну хотя бы ознакомиться один раз никак это не во вред не пойдет мы увидим что у нас не так это принято и я нигде не вижу чтобы вот так как они говорят то обязательно я исполняю теперь наши ресурсы посмотреть вот посмотрите что у нас здесь есть что тут у нас это мой мир вот оно где нет доступа оказывается в это время выключилось ну и теперь раз нет доступа то и вообще ничего тут и не покажешь но мы продолжаем у нас все это выделято почему оно так не знаем потому что долго ночью работал может быть поэтому вот и поэтому у нас здесь есть отдельно сейчас я посмотрю где это вопрос о смерти вот она где папочка и вот мы сейчас из нее вопросы будем брать и читать эти вопросы как будут выглядеть вопрос 1024 3 том открытым оком может ли быть как такое самоубийство которое было бы оправданно Богом угодно Богу это мне вопросы задавали в университетах когда я вел занятия 36 минут запишите себе 36 минут я знаю меня записали ответ Бог дал священный дар жизни и право отнять его никому не припроучал исход 20 глав 13 стих не убивай эта заповедь относится к самоубийству в Ветхом Завете не осуждается самоубийство только в одном случае в Троемоковейском 14-46 совершенно уже истекая кровью он вырвал у себя внутренности и взяв обоими руками бросил в толпу и моля Господа жизни и Духа опять дать ему жизнь и дыхание кончил таким образом жизнь во всех остальных случаях с Авмелехом Саулом и Ахитофелом Иудой вывод один они погубили себя для вечности судей 9 глава 53 видите вопрос какой задали и сколько мест писания можно привести я заранее могу сказать ни один священник ни архиерей сегодня так не отвечают почему писание не знает или не любит ну и то и другое может быть судей 9 глава 53 54 стих тогда одна женщина бросила обломок жирного на голову Авимелеху и проломила ему череп Авимелех тотчас призвал отрока оруженосца своего и сказал ему обнажи меч твой и умерти меня чтобы не сказали обо мне женщина убила его и пронзил его отрок его и он умер 1 царств 31 4 и сказал соу оруженосцу своему обнажи твой меч и закали меня им чтобы не пришли эти не обрезаны и не убили меня и не издевались надо мною но оруженосец не хотел ибо очень боялся тогда Саул взял меч свой и пал на него 2 царств 1723 и увидел Ахитофел что не исполнил совет его и оседал осла и собрался и пошел в дом свой в город свой и сделал завещание дома своему и удавился и умер и был погребен в гробе отца своего то есть я выбрал все места самоубийства и как к этому относится церковь 3 царств 16 18 когда увидел замври что город взят вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собой царский дом огнем и погиб Матфея 27 5 и бросив серебряники в храме он вышел пошел и удавился деяние 1.18 но иуда приобрел землю неправедную мздою и когда не сдлинулся растело чрево его и выпали все внутренности его и это сделалось известно всем жителям Иерусалима так что земля-то на отечественном их наличии названа околдома то есть земля крови в книге же псалмов написано да будет двор его пуст и да не будет живущего в нем и достоинство его да приимет другой из житей святых известны случаи самоубийства но одни из них осуждаются а другие даже прославляются 7 февраля Парфений воскресил самоубийцу в притворе храма 22 марта Дроссида сама вошла в печь и сгорела и многие так делали к этому методу самосожжения прибегали многие старообрядцы после безумной реформы Никона иногда сразу более тысяч человек подвергались самосожжению запирались в деревянном доме и когда царские посланники пытались их арестовать они самосжигались 15 мая Пахомий в женском монастыре одна послушница упрекнула другую что видел ее разговаривающей с портным не выдержав упрека она утопилась это же испугавшись повесилась Пахомий наложил пяти мил на весь монастырь не причащаться семь лет 22 июля это не один не два человека около трех тысяч там было там сестра его была настоятельница Мария Магдалина Пилат был сослан и закончил жизнь самоубийством 12 августа Фотий христиане с женами и с детьми сами шли в печь в печи в печи 8 октября Пелагия воины пришли взять ее но она попросила разрешения переодеться но взошла на второй этаж и выбросилась в окно и разбилась насмерть и все это для того чтобы сохранить детство творения святого Иоанна Златоуста состоят из 12 томов вторая часть в некоторых томах озаглавлена то есть творения приписываем Иоанну Златоусту в этой части книги помещена проповедь на этот случай с Пелагией и он оправдывает ее но если только это его труд 30 октября Зиновия сестра сама вошла в печь к мучимому брату согласно канонам церкви самоубийство является смертным грехом всегда и только в случае если самоубийца был помешан за него разрешается молиться правило Тимофеев вопрос 14 а таковом не подобает быть приношение ибо есть самоубийца то есть церкви приношение дается ну и приношение и молитва тоже относятся почему совершенный служитель непременно должен со всяким чанием испытывать да не подпадет осуждению а сейчас самоубийство отправляют что скажи строптивым малодушным коварно злым и непослушным что в невразумии своем меня слепцы лишь не находят и не идут прямым путем а ощупью в потемках бродят пророк напомни маловерным что я прийду нелицемерным судом судить и будут течь и будет течь река огня в тот день и будут их на цепях железных жечь напомни им да не забудут рифма потеряешь и тут туда уже не считается просчитай куплет последний судом судить и будет течь река огня в тот день и будут их на цепях и будут их тут малинка видишь нет как-то будут их и будут их на цепях железных жечь течь жечь Будут, не забудут Ты прямо переходишь Ни остановки ничего не делаешь Не стихотворение, а просто так считаешь Каламбур Снова читай Судом судить И будет течь река огня в тот день И будут их на цепях железной сжечь Напомни им, да не забудут Петр Полонский Не Петр, а Яков Петрович Полонский Яков Петров Невнимательное чтение Двойка Надо в то время стремиться к улучшению И чтению, и всего Нас люди слушают Оказалось, что здесь у меня не увеличено До двадцатого Ну а теперь считаем Вопрос сто восемьдесят четвертый Первый том открытым окон Если ребенок кончает жизнь самоубийством То можно ли его обвинить в этом Ведь он еще не может Сознательно отвечать за свои поступки А может быть, как сейчас часто бывает Он был доведен до этого Пьяницами, родителями И тому подобными людьми Ответ Ребенок отвечает за свои поступки С самых малых лет И для него Бог прописывает лучшее лекарство Розгу Сирахова 30 глава 1 стих Кто любит своего сына Тот пусть чаще наказывает его Чтобы впоследствии Учешаться им Ох, ювенальная юстиция Придумал сатана Ювенальная юстиция Детская Ну вот их сюда надо пороть вместе с ними Приджи 13.25 Кто жалеет розги своей Тот ненавидит сына А кто любит Тот с детства наказывает его То есть они мудрее Соломона делаются Слуги дьявола Ювенальная юстиция Целиком сат сатаны Как черти вылезли из преисподней Приджи 22 глава 15 Приджи 23 глава 13 стих Глупость привязала к сердцу юноши Но исправительная розга удалит ее от него Еще больше не надо Не надо с ним беседовать Еще драть его и все Не оставляй юноши без наказания Если накажешь его розгу Он не умрет Ты накажешь его розгу И спащешь душу его от преисподней Розга и обличение дают мудрость Но отрок оставлен в небрежении Делать стыд своей матери Даже более того Если он не слушается родителей Приучился пить Проматывать Состояние родителей Его следовало убить Второзаконие 21 глава С 18 по 21 стих Если у кого будет сын буйный И непокорный Не повинующийся голосу отца своего И голосу матери своей И они наказывали его Но он не слушает их То отец его и мать его Пусть возьмут его И переведут его к старейшинам города Своего И к воротам своего места пребывания И скажут старейшинам города своего Сей сын наш Буин и непокорен Не слушает слов наших Мод и пьяница Тогда все жители города его Пусть побьют его камнями до смерти Итак истреби зло Истреби зло из среды из себя И все израильтяне Услышат и убоятся Значит это вопрос простой Лишить его жизни и все Даже неуважение к старшим Насмешка над ними Посуду Божию ведет к истреблению Этих нестивых В кавычках пионеров и октябрят Четвертый царств 2.24 Он оглянулся и увидел их И проклял их именем Господнем И вышли две медведицы из леса И растерзали из них 42 ребенка Ну-ка прощай вот это без толчков Вот это вот И вышли две медведицы из леса А вот так И вышли две медведицы из леса И растерзали из них 42 ребенка Вот так считается то Ну-ка считай И вышли две медведицы из леса И растерзали из них 42 ребенка Дальше Пророка Елисея никто не называет Словом грозный Как пророку Илью Или царя Ивана В луге духовном Описывается случай Когда на руках отца умирал Шестилетний ребенок матершинник Он громко кричал и плакал Прося отца защитить его От бесов чертей Которые тащили его в ад С этим он И исторг свою юную душу Ребенок самоубийца Это вина родителей безбожников Не научивших его страху Божию Страху погибнуть Как самоубийца И оказаться в аду навеки Видите как Вот ответ Который вопрос задает Я его отвечаю И своими словами Много из житей берется Вы его не вытащили Из папки не вытащили Я не вытащил его разве Виноват Если не вытащил А Закрыть это Вопрос 1259 Четвертый том открытым оком Можно ли ставить свечи За человека Который был крещен Но не жил христианской жизнью Ответ Христиане апостольских времен Этот вопрос не могли поставить Ибо в Слове Божьем Нет ни единого намека Что должны быть в храме свечи Как жертва Как умирествование Бога Любое дело Кто-то уже придумывал И был кто-то первый Кто изобрел колесо Потом ось и спицы И люди увидели Как это облегчило и жизнь Шли годы И колесо совершенствовалось Делать мягким Упругим Более прочным Для кого-то Это источник дохода С какой же целью Возникла свеча Слово светильник Употребляется Сто два раза И ни разу В смысле жертвы Богу Деяние 20 глава 8 стих В горнице Где мы собрались Было довольно светильников Это единственное место На которое ссылаются Апологеты свечей Вкладывая свой смысл В это предложение Но назначение светильников Было одно Светить Освещать Прогонять тьму Бытие 1.15 И добудут они Светильниками На тверде небесной Чтобы светить на землю И стало так К этим божественным Светильникам Освещающим землю Что может добавить Человек Своей свечкой И что осветить Если горит Яркий электрический свет В комнате В житиях известно Что свечи были Но назначение Очень часто Было только для освещения В Ветхозаветной Скинии Были светильники Подобие Сегодняшних лампадок Что-то подобное Было и у язычников Исход 25.31 И сделать светильник Из золота чистого Чеканный Должен быть Сей светильник Стебель его Ветви его Чашечки его Яблоки его И цветы его Должны выходить Из него Послание Иеремии 1.18 Зажигают для них Светильники И больше Нежели для себя Самих А они Ни одного из них Не могут видеть Светильники Были в домах И кто вставал рано Зажигал их Ибо они были Необходимы для работы У трудолюбивого Человека У ручительной Хозяйки Свет в огне Негаз далеко За полночь Притча 31.18 Она чувствует Что занятие Хорошо И светильник Не гаснет И ночью Во время Передвижения Ночью В темноте Пользовались Фонарями И факелами Которые Назывались Светильниками Иван Гриотиана 18.3 Итак Иуда Взяв Отряд воинов И служителей От пересвященников И фарисеев Приходит туда С фонарями И светильниками И оружием Светильник Как освещение Пути Для безопасности Движения Употребляется В аллергическом Смысле В аллергическом Аллергическом Смысле В аллергическом Аллергия пошла Светильником Называется Разум человека Его сердце Добрые дела Матфея 5.16 Тогда светит Свет ваш Перед людьми Чтобы они Видели ваши Добрые дела И прославляли Отца вашего Небесного 1 Петра 2.12 И провождать Добродетельную жизнь Между язычниками Дабы они За то За что Заслоят вас Как злодеев Увидят Добрые дела Ваши Прославили Бога В день посещения Матфея Светильники Свет Свет Праведных Весело горит Светильник Женщик Угасает Души Потому что Сияющему Сияющему В темном Мести До корня Начнет Расцветать День И не Взойдет Утренняя Звезда В сердцах Ваших Матфея 6.22 Светильник Для тела Есть Око Итак Если Око Твое Будет Чисто То Все Тело Твое Будет Светло Притча 6.23 Ибо Заповедь Есть Светильник И Наставление Свет И Назидательное Поучение Путь К жизни Свечи Вошли Как Необходимость При Богослужении Почему То Не Поставили Никаких Ограничений Святые Отцы Кроме Одного Что Они Должны Быть Чисто Восковые И Поэтому Открылось Широкое Поле Деятельности Для Всех Для Коммерсантов Которых Будут Их Изготавливать Целая Софринская Гильдия Изготовление Свечей Усовершенствовалось Годами И Задача Стояла Только Одна Сделать Дешевле И Продать Дороже На Производстве Их Работают Неверующие Люди Не Имеющие Никакого Страха Божия За Счет Чего Можно Удешевить Свечу Это Материал И Вес Чистых Восковых Свечей Не изготавливают Нигде Кроме Как В частном Порядке Бабушки Свечи Состоят В основном Из парафина Циррозина И других Нефтопродуктов С добавлением Красителей Сгорая Они коптят Заволакивая Толстым Слоем Сажа Иконные Лики Толстым Слоем Сажа А почему Не прощать Они коптят Заволакивая Толстым Слоем Сажа Иконные Лики Стены И Исключительно Отрицательно Влияет Присмотритесь Когда падает Солнечная лучи На подсвечник Что поднимается Кверху Какие миазмы Сажа И непонятно что Как в кузнице То есть Как разговорная Лечь должна быть Тогда люди будут Это понимать Давай Сколько Этой копоти Падает На одежде Молельщиков И сколько Этой копоти Скажи так Сколько Он не считает Сколько Это удивление Сколько Этой копоти Падает Вот смотри Братья Карамазов Когда он Господи Как подумают Тысячи лет Они идут Он говорит За столом Строят храм А Бога Нет Ой-ой-ой И человек Видит Он не аркист Он такой Есть Он выпивший Сидит Сколько Этой копоти Падает На одежду Молельщиков Сколько Этой копоти Падает На одежду Молельщиков Нет Ни одной Чистой свечи Чистая Приносится Чистому А не чистая Таков закон Бог не приемлет Порченное Нечистое А делающих Такое Проклинает Как лукавый Делатель Как лицемеров И крохоборов Теперь я должен Сказал А где это В Библии сказано Вот тут Теперь я показываю Левит 10.10 Чтобы вы могли Отличать Священное От несвященного И нечистое От чистого Из Икилии 44.23 Они должны Учить народ Мой Отличать Священное От несвященного И объяснять им Что нечисто И что чисто Малахи 1.8 И когда приносите Жертву слепое Не худо ли это Или когда Приносите Хромое И больное Не худо ли это Поднеси это Твоему князю Будет ли он Доволен тобою И благословно Примет тебя Говорит Господь Солов Возьми Боже Что мне не гоже Разве церковное Руководство Не знает про это Карл Макс Говорил Что при выгоде 400% Нет того преступления На которое Не пойдет капитал Даже под страхом Виселицы Дивиденды С продажей Свечей Потрясающие 2000 То есть 5 Виселиц В каких Рясах Какая Мафия Крутит эти деньги И просто так Без крови Они уже Никогда не прикроют Эту лавочку Без крови Сидят Специальные люди Взвешивают На аптекарских Весах Чего еще Добавить Дешевого И как Сделать Свечу Тоньше И дороже Как-то Писали В газетах О том Что Изготовители Растительного Масла Скормили С покупателем В виде Добавки Для дешевизмы 400 тонн Технического масла Представьте Машины Которые заправляют Туда добавляли А вы Жарите на этом А после этого Ходишь Сгорбатилось Производители Колбас Сумели Протолкнуть Желудочно-кишечный Тракт Своих Соочистенников Тонны Размельченной Туалетной Бумаги И десятки Тон пыли Полученной От мраморной Крошки Мраморную Крошку Мелко пылью И туда добавляют Вес колбасы Но разве Вред Причиненный Этими Дальцами Можно сравнить С теми Кто нечисто Выдаёт За святыню Кто мерзость Освящает Крестом Исайя 66 3 Беззаконник Жи Заколающий Вала Тоже Что Убивающий Человека Приносящий Ангстов Жертву Тоже Что Задушающий Пса Приносящий Семидал Тоже Что Приносящий Свиную Кровь Он Хороший Семидал Принёс Это То же Самое Как Нечистая Свинья Воскуряющий Фимиам В память То же Что Молящийся Идол И как Церкви Подставь И ты Видишь Что Ничего Тут Нет И как Они Избрали Собственно Свои Пути И душа Их Находит Удовольствие Мерзостях Появилась Свеча И все Поняли Какая Огромная Выгода От неё Всем Художникам Ибо Срок жизни Иконы Уменьшается В десятки Раз То есть Ему опять Новое Рисовать Он живёт И не вылазит Там рисует И рисует А они Стирают Моют Их Так Наблюдатели За свечами Тоже Предели Продавцы Стали писать Книги Как правильно Передавать Свечи Через Какое Плечо Делают Свечи Пасхальные С украшениями И пудовые Купеческие Мне пришлось Быть На свечном Заводе Зарубежной Церкви Близ Нью-Йорка У священника Алексея Макрина Под храмом Огромные Баки Со специальными Охладителями Для скорости Изготовления Центера Стиарина Стиарина Вы когда Нибудь Были На пасеке Какой Там Микроклимат Как Пчелка Божья Мошка Изготавливает Вост Вам Не приходилось Читать Про это Это Фактически Пчелиный Под Молодых Пчел А Вещество Для него Они Собирают Не с Тысяч А с Миллионов Цветов Чтобы Собрать Один Килограмм Меда Пчеле Требуется Посетить Около Четырех Миллионов Цветов Об этом Хорошо Сказано В житии Макария Александрийского Горение Свечей Означает Любящие Бога Сердца Его Чистоту Процветание В различных Многообразных Добродетелях Если Вы возьмете В руки Чистые Восковые Свечи То Вы никогда Уже Не забудете Медовый Запах Их Благоухание Правильное Отношение К свечам Мне приходилось Видеть Только Псково Печерского И более Нигде Воск У них Только Спасики Чистейший Даже Для Смазывания Трубочек Нельзя Применять Ничего Кроме Чистого Растительного Масла Илея Нитка Фитиля Фитиля Может Фитиля Нитка Фитиля Должна быть Из природного Материала Далее Настоятель Сам Определяет Сколько Необходимо Зажечь Свечей И чтобы Не было Никакого Передвижения По храму Ни свечей Ни тех Кто их Будет Ставить Настоятель Может Поручить Одному Служителю Ни двум Ни трём И стараться Зажигать Их До начала Богослужения Свеча Должна Догорать До конца И сама Погаснуть Настоящее Всесожжение Во всех Храмах Сегодня Не считая Армянских Идёт Нагло Неприкрытое Воровство Одна Треть Свечи Ещё Не сгорела Как её Уже Гасят И ворованные Агарки Сбрасывают Вниз На переплавку И это лучший Вариант Среди воров Очень часто Когда большой Приток Гречников Прохожан И свечей Поступает Так много Что их Можно сжечь Только В паровозной Топке Их Складывают В корзины И заново Направляют На продажу К свечному Ящику Иногда Эта мерзость Перепродаётся Многократно Всё воскресая И снова Отправляясь В греховный Путь Придумали Целую Систему За кого Когда Какую Свечу Можно Ставить Все эти Вопросы Возникли От полной Безуховности От язычества Невозрождённых Лжехристиан Ни за кого Не ставить И у нас У православных Свеча не приближает Нас Богу А только лишь Символизирует Напоминает О нашем стоянии Перед Богом Что мы Обращаемся К Библии Как к светильнику Что мы Исполняем Западе Христа И творим Добрые дела Горение Восковой Свечи Благотворно Для дыхания Всех больных И астматиков Благотворно Для зрения Для колебания Как колебания Пламени Дает Умертворенное Настроение И теплоту В душе Как бы Настраивая На молитвенное Состояние В наших Общинах Все делается Именно так Как здесь Описано По благословению Священника Чистые наши Сестры Готовят свечи Которые Еще до зажигания Ароматом Наполняют Всю церковь Да будут Благословенные Их руки На покупку Воска Средства Дают Все желающие В этом участвовать Добровольно Это Вторая Десятина Тавит 1.6 Я же один Часто ходил В Иерусалим На праздники Как предписано Всему Израилю Установлением Вечным С начатками И десятинами Произведений Земли И начатками Шерсти Овец И отдавал Это священникам Сынам Аароновым Для жертвенника Десятину Всех Произведений Давал Сынам Ливиин Служащим В Иерусалиме Другую Десятину Продавал И каждый год Ходил И сдерживал В Иерусалиме А третью давал Кому следовало Как заповедовал Мне Девора Мать отца моего Когда я после отца моего Остался сиротою Противники Использования свечей Имеют Больше доводов В пользу того Что свечи в церкви Вообще не нужны Они не правы Когда говорят Что свечей Никогда не было в церкви Вот история свечи В течении Двух тысяч лет По житьям святых 1 января Василий Пресвитер Анастасий Сказал своей жене Феонии Зажги свечи 2 января Серафим Саровский Много восковых свечей Приносили к нему 8 февраля Феодор Стратилат Когда справляли память ему То были свечи И кадила 11 февраля Власий В память мою Возжигайте свечи Эфемиан Сейчас любого спроси Там у Осипа Который Где в житиях святых Он никогда не скажет Он не знает 12 февраля Никифор Никифор Это русское имя Никифора Никифор Едущего в ссылку 14 марта Венедикт Юноша Светил ему При ужине То есть Речь идет о светильнике Вот я выбираю Местописи Жития святых 3 апреля Никита Анфим Держал В темнице свечу 2 мая Почитание Анфима Анфим И ты никогда не догадаешься Что это именно Я буду говорить Не Володя А Володя Ты сроду не додумаешь Что от тебя Речь идет Если Вова Я буду говорить Вова Еще получится Вова 2 мая Борис Панамар Забыл потушить свечу И сгорела церковь О это много Много раз было 11 мая Мефодий Зажгли белые свечи 23 июня Покаяние Феофила Бесы шли С зажженными свечами Из светлых одеждин Вот бесы какие хорошие стали В кавычках хорошие 3 июля Иокинф 38 дней Не притрагивался К пище Идал жертвенный Ангелы Выжигали свечи В темнице 7 июля Астион Так? Астион Астион Увидел беса С зажженной свечой Бесы не боятся свечек 18 июля Леонтий Воины крестились И ходили в белых одеждах И со свечами 21 июля Симеон Еродивый Тушил в храме свечи И бросал в женщин орехами Во время службы Представь сколько Можно было корзину набрать от него Это святой Православный Ходил Свечи говорят Он подойдет Потушит И в женщин орехами кидал Это святость 7 августа Пимен Ангелы постригли его И свеча 40 дней не гасла Во 17 августа Патрукову Похоронили с немногими свечами 30 августа Александр Невский Свечи сами загорелись И развелась теплота Все это после его смерти 31 августа Киприян Карфагенский Тилы его не шли Со свечами 1 сентября Семен Столпник Хоронить со свечами И кадилами 9 сентября Иоаким и Янна На обведение во храм Девочку Марию Сопровождали с зажженными свечами 13 сентября Корнилий Похороны его со свечами 12 октября Тарах Или Тарах Три свечи указали Где находятся их тела И вели до самой горы Ну вот если бы Лопатрия Тараха Тарас Ну можно не Тарас сказать А Тарас И ты уже никогда не догадаешься Что это имя Ты подумаешь Что Тара Просталась Пустые бутылки 19 октября Уар Клеопатра Зажигала фемиам И свечи 21 октября Иларион Великий Тилы его встречали Со свечами 26 октября Дмитрий Солунский Юноша крал Приносимые свечи И внезапно умер 2 ноября Маркиан Никогда не зажигали свечи Но постоянно был свет 11 ноября Феодор Студит Велел влажить свечу И начал петь отходную Вот видишь Какой вопрос А светильники задали А может подробнее Подробнее не знаю Ну все на этом Закрывай Маленько отдохни